Здравствуйте! С Вами канал на МДБ. Отвернулась. Возможно, своими эмоциями и действиями мы подтверждаем все эти суеверия. Но как бы там ни было, в Новый год стоит настроиться на позитив. При этом избегая нехороших примет, которые могут испортить праздничное настроение. Нелишним будет обратиться и к принципам фэншуй, которые помогут привлечь в дом удачу, здоровье и достаток. Большинство людей с волнением готовятся к новогодней ночи 31 декабря. При этом забывая, что новый символ года приходит к нам только в середине февраля. Новый год и фэншуй на первый взгляд сочетание странное. Хотя весь период подготовки к новогодней ночи – это своего рода фэншуй. Желая задобрить символ грядущего года, мы готовим определенные блюда, украшаем дом и подбираем наряды соответствующих цветов. Однако календарный Новый год – это только начало, банальная смена чисел на страницах календаря. Это значит, что не стоит сильно расстраиваться, если в новогоднюю ночь что-то пойдет не так. Восточные астрологи убеждены, что Новый год нужно вычислять по лунному календарю. По их мнению, он приходит вместе с первым полнолунием, которое приближает всех нас к весне. В лунном календаре время исчисления отличается от общепринятого календаря. У народов Восточной и Центральной Азии Новый год может выпасть на любой день из довольно продолжительного периода солнечного календаря. Это время, начиная с 21 января и заканчивая 20 февраля. Этот период был символичным еще для кочевников и скотоводов. Это было своеобразным завершением ежегодного хозяйственного цикла, символом окончания основного зимнего периода, сменой холодной стужи, постепенным потеплением, а также неторопливым пробуждением всего живого от зимней спячки. Первая половина февраля – это время, когда у домашнего скота рождаются детеныши. А еще в это время молочная пища вновь возвращалась на столы в достаточном количестве. По этой версии Новый год мог иметь название Сагаалган, в переводе на русский язык молочный или белый месяц. Праздничным считался весь месяц. В эти дни молочные угощения в изобилии присутствовали на столах большинства людей. Ароматные булочки и лепешки, а также первые и вторые блюда с добавлением молочных продуктов. Тогда для большинства людей молоко было пищей богов, заслуживающей уважения. Не зря же молочные продукты приносили в дар богам на жертвенный алтарь. Фэн-шуй поможет узнать, как правильно встретить Новый год по лунному календарю. Существует немало интересных традиций и всевозможных правил. Если у вас есть возможность отпраздновать этот великий праздник в одной из восточных стран, непременно отправляйтесь в столь увлекательное путешествие. Новый год по восточному календарю – это прекрасная возможность для того, чтобы снова собрать вместе всех членов семьи. Причем финансовая составляющая этого праздника. Уже особой роли не играет. К 12 февраля постарайтесь очистить квартиру или дом от скопившегося ненужного хлама. Не удивляйтесь, если найдете кучу ненужных вещей, где-нибудь на балконе или на антресолях. Собрав все это добро, выставьте его возле ближайших мусорных баков. Возможно, то, что не нужно вам, пригодится кому-то другому. Такая уборка поможет восстановить жизненный поток в доме, необходимый по основным принципам фэн-шуй. Наводя в доме порядок, уделите особое внимание чистоте зеркал. Протрите пыль во всех углах и на верхних полках. Очень важно, чтобы еще за день до лунного нового года в вашем доме уже было чисто и убрано. Фэн-шуй и связанные с ним приметы иногда вводят в недоумение. Но если хотите привлечь счастье и удачу в новом 2021 году, можно воспользоваться следующим советом. Возьмите фигурки тигра, дракона, феникса и черепахи. Затем расставьте их по сторонам света. Дракона поставьте в восточной части квартиры, черепаху в северной, а феникса в южной. На запад, как правило, ставят тигра. Дракон символизирует счастье, феникс – крепкое здоровье и долгие годы жизни. Черепаха – материальное благополучие и мудрость. А тигр – силу и защиту. Существует еще один интересный метод привлечения в дом благополучия. В соответствии с давней тибетской традицией, необходимо подготовить таблички из картона, а лучше из дерева. Украсть их бисером, бусинками, красивой тесьмой. Напишите на них зазывалочки «Счастье в дом». Например, здесь живут любовь и счастье. Этот дом только для добрых вестей. Здесь живут успех и здоровье. Подвесьте эти таблички на пестрые атласные ленточки и настраивайтесь на исполнение своих желаний. Эти таблички могут стать дополнительным украшением или вообще частью интерьера на весь год. Сделав все по фэн-шуй и в соответствии с основными предпочтениями символа следующего года, смело наслаждайтесь встречей Нового года по китайскому календарю. Напомним, что год металлического быка наступит 12 февраля. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok